Девушки отдыхают В режиме фантастики Геополитическая структура мира Давно уже определена Так почему же в тренде По-прежнему военные конфликты? Почему человечество Находится в постоянном Состоянии ожидания войны? Политические игры лидеров Мировых держав Интересы трансконтинентальных групп Религиозное противостояние И кровавые теракты Вот лицо новой войны За участок реки с рыбой Как это не прискорбно Но кажется дороги назад Уже нет К счастью не все так пессимистичны И есть люди Которые все еще видят Свет в конце тоннеля Марка Хальтера Обвиняли в шпионаже Называли тайным дипломатом На сегодня мировые СМИ Называют его Человеком мира Марек Хальтер Франко-еврейский писатель Журналист Общественный деятель Правозащитник Есть такие маленькие истории В жизни человека Что они важны на всю жизнь Ну у меня сколько было Пять лет Нас послали до Алматы Миллион беженцев Люди умирали с голода Одним разом я искал Какую-то там картошку На рынку И был такой старый коммерсант Казахский Сказал Мальчик, мальчик Прийти И мне дал лепешку И сказал Кушай, если нет Умер с голода И для меня это был Первый жест Солидарности Между людьми 1955 год Картины молодого Талантливого художника Марека Хальтера Выставляются в парижских салонах И получают призы Свою первую персональную выставку Он организует в Аргентине Где прожил два года Жизнь обещает быть успешной Его работами заинтересовался Известный коллекционер И любитель живописи Генерал Перрон Он скупает часть его картин Генерал Хуан Доминго Перрон Политический и государственный деятель Дважды президент Аргентины Военный диктатор Художник Тесно общается с диктатором Но его политика Не нравится Хальтеру Обостренное чувство справедливости Заставляет активно вмешиваться В общественную жизнь Митинги Забастовки Связь с мятежниками Перрон Высылает Хальтера Из страны Потом познакомился с Ше Гевара Хотел сделать революцию Его убили Убили много моих друзей Для меня был момент очень важный Когда первый демократический президент Был выбран Он меня приглашал Приехать до Аргентины И быть вместе с ним На балконе Государственного дома Миллион людей на площади Была такая сатисфация Они сделали революцию Не я Но все-таки Было мое Я что-то сделал Вернувшись во Францию Марек Хальтер Становится активистом движения За права человека Против расизма И антисемитизма 1969 год Палестино-израильские отношения Накалены до предела Жестокое противостояние Несет тысячи смертей Обеим сторонам К тому времени Марек Хальтер Неоднократно принимал участие В организации Мирных переговоров На Ближнем Востоке С этой же целью Используя свои дружеские отношения С некоторыми арабскими политиками Хальтеру удалось договориться О встрече с Ясером Арафатом Ясер Арафат Президент Палестинской Национальной Администрации Лидер Организации Освобождения Палестины Лауреат Нобелевской премии мира Когда я хотел увидеть Арафата Он был первым террористом мира В это время Он был лидером палестинского народа Если я хочу сделать мир между людьми Я должен говорить всем Если нет, так не можно сделать мир Но прежде он решил Что будет правильнее Предупредить об этой встрече Премьер-министра Израиля Голду Мейер С которой его связывали Давние дружеские отношения Голда Мейер Израильский политический и государственный деятель Возглавлял ряд министерств страны Пятый премьер-министр Израиля Я ее очень любил Самый интересный политик Что я познакомился в моей жизни Почему тебе было так нужно Мне увидеть срочно Потому что завтра у меня есть встреча Я с Арафатом Он сказал Что? Ты будешь говорить с человеком Что на небо в руках есть кровь наших детей? У Хальтера был единственный аргумент Ради мира Моисей Встретился с фараоном На чьей совести была кровь Тысячи еврейских детей Но сейчас дети гибнут с обеих сторон Каждый день И этому нет оправдания Но если мы можем сделать что-то Чтобы дети палестинские и израильские Жили лучше И без опасности Почему это не попробовать? И она уже не хотела больше говориться Человек, что идет увидеть врага Израиля Это уже ее враг Для меня это был шок И в шесть утром она мне звонила Только сказала одно слово на еврейском Лех Иди Когда я ей говорил о жизни детей Она поняла, что здесь что-то важное Так я поехал в благословение Гольда Мини И Арафат Я не знаю, если он был мудрый, но очень хитрый Я его интересовал Потому что он не понял, почему писатель, француз, еврей Что знает лидеров израильских Почему он хочет его увидеть Он думал, что я шпион У нас была дискуссия В это время он ничего не говорил по английскому языке И в конце он мне сказал Ну, господин Хальтер Даю вам рандеву Будущий год в Тель-Авиве Я сказал Господин президент Если это было верно День раньше я вас убью И здесь он понял Что я ненормальный человек Он подошел до меня Целовал И нашли быть друзья И вся эта дискуссия О миру Начала здесь Он встречался здесь Шимон Перес Шимон Перес Израильский политик И государственный деятель Занимал министерские должности В 12 кабинетах министров Израиля Девятый президент Государства Израиль Тогда еще министр Иностранных дел Израиля Шимон Перес Категорически не хотел Встреч с Арафатом Он не верил В возможность Мирного диалога с ним И Арафат Кто-то ему принес письмо И он хочет читать И не мог Так взял очки И мне сказал Видишь, мой дорогой Марек Мне уже нужны очки сейчас День после я был в Иерусалиме Это был день Шаббат У Шимон Переса Его жена Соня Мы были на ужине И Шимон Перес Меня спрашивает Ну, как твой друг Арафат Начинает быть старым Говорю Как это начинает быть старым Я старше от него Почему ты говоришь это Я ему рассказываю Эту историю с очками И в этот момент Шимон Перес понял Что визави его Есть тоже человек норманды И тогда он мне сказал Если ты хочешь Организировать встречу с ним Я готов И здесь история сменилась В 1992 году Будучи другом Исхака Радина Шимона Переса И Ясера Арафата Марек Хальтер Организовал секретные Израильско-Палестинские Переговоры в Париже И Осло Результатом стало Историческое подписание Соглашений Между Израилем И Палестиной И была создана Палестинская Национальная Администрация Марек Хальтер Был одним из тех Кто положил конец Первой Интифаде К сожалению Хрупкий мир Продержался всего Семь лет С войной У Марка Хальтера Особые счеты Война лишила его детства Лишила его Единственной сестры Марек Хальтер Родился в Варшаве В семье польских евреев Отец Член Союза Печатников Мать Поэтесса Писавшая На идиш Марек Рос среди книг Много читал И с трех лет Играл на скрипке Но безоблачное детство Было прервано Польша была оккупирована Началась беспощадная чистка Еврейских гетто Хальтерам Помогли друзья отца Поляки Чудом избежав смерти Семья оказалась сначала в Москве Чуть позже Все были эвакуированы В Казахстан В Алмату Мы там приехали Было уже Миллион беженцев Вы знаете Алмату Маленький город Все так Для меня Это был Шок Цивилизационный Потому что Это был Первый город В Азии Мусульманский Били мечеты Что-то нового Был этот Ярмарк Мусульманский Что это не было То самое Что в Польше Но люди умирали С голода У меня сколько было Пять с половиной года Я искал Какую-то там Картошку На рынку И был такой Старый Коммерсант Казахский Сказал Мальчик Мальчик Прийти И мне дал Лепешку И сказал Кушай Если нет Умер с голода И для меня Это был Первый Жест Солидарности Между людьми Все таки Это важно Люди умирали С голода Люди Были на улицах Мертвые На улицах А эшелоны С эвакуированными Все шли и шли Вскоре Семью хальтеров Из Алматы Отправили в Узбекистан В Кокант Через некоторое время Оба родителя Марака Попали в больницу Со страшным диагнозом ТИФ Семилетний мальчик Остался один С двухлетней сестренкой На руках Позже девочка Умерла от голода В детском доме Марак не мог потерять Еще и родителей Чтобы спасти их Нужен был рис Он был только На черном рынке И стоил Баснословных денег Марак Решил воровать Но какой из него вор Горстка риса И он попадался И его били Он снова воровал И его снова били Эту бессмысленную цепь Прервала одна встреча И один день Была такая группа Профессиональных Беспризорных И они мне Спрашили Что с тобой мальчик Я им рассказывал Мои родители больные Мне нужно рис И они мне говорят Ну Барабак ты не знаешь Что ты знаешь делать Я им сказал Я знаю рассказывать сказки И они ждали от меня Что-то интересного Я знаю историю Трех мускеторов Что это мускетор Я начал им рассказывать Трех мускеторов Александра Дума Я знал эти сказки Из Библии Так я им рассказывал Хистории Д'Артаньяна В Иерусалиме И каждый вечер Я им рассказывал сказки Как Шахарезаду Им нравилось И они мне давали Рис для моих родителей Мне удалось спасить Моих родителей И они вышли Когда я помогаю людям Сегодня Я помню Что мне сделали со мной Помнить это всю жизнь Потому что Вы что-то научились Это мой университет Хотел сделать что-то Для казахов Сказать им спасибо За лепешку И поэтому 70 лет после Чтобы сказать спасибо Я открыл с моим другом Первый французский университет Нурсултан Азарбаев И Франсуа Уланд Сегодня приняли участие В открытии филиала Института Сарбона Казахстан в Алматы Улан наш президент Он согласился Поехать со мной До Казахстана На открытие Этого университета Назарбаев хотел Чтобы мы это сделали В Астане Алматы Моей жизни Это история Я понимаю Я ему сказал Господин президент Это Это ваша история Но это не моя Моя история Это Алматы Как он согласился И Назарбаев Их Оланд Они были на открытии Нашего университета Сарбона Казахстана Что видел юный Марк Кроме нищеты И преследований Голодное детство И дружба с беспризорниками Закалили его Жизнь он представлял Как бесконечную борьбу За выживание И вдруг Париж Красивый Раскрепощенный В воздухе витает Дух свободы И творчества Юноша долго не мог Осознать и поверить В реальность Истинной свободы Именно тогда Молодой Талантливый художник Марек Хальтер Вывел свой первый тезис Только образованное общество Создает истинную демократию В России Марек Хальтер Известен как человек Организовавший ряд Крупных международных компаний В поддержку советских диссидентов Как друг Солженицына И академика Сахарова Андрей Сахаров Советский физик-теоретик Академик Академии наук СССР Один из создателей Первой советской водородной бомбы Общественный деятель И правозащитник Лауреат Нобелевской премии мира За свою правозащитную деятельность Был лишен Всех советских наград И премий Свобода это как апельсин Человек что никогда не видел апельсина Не попросит апельсина Это проблема образования Эти слова Были сказаны Мароку другом Академиком Сахаровым И еще он добавил Марок Вы не учились в университете Но вы знаете вкус апельсина Так с подачи Сахарова Зародилась идея Открыть в Москве Первый французский университет В 1991 году Хальтер открыл Французский университетский колледж При московском и санкт-петербургском Государственном университетах Это был первый Западный университет в России Горбачев до сегодняшнего дня Плачет когда рассказывает Что для него Были два момента Что у него символические Что видел что Россия сменяется Он видел очереди Перед первым Макдональдом в России И первые очереди Около МГУ Где были французские профессоры Все хотели услышать Первых западных философов Что приезжают в Москву Тогда же состоялось знакомство Марка Хальтера С президентом Горбачевым И вице-мэром Санкт-Петербурга Владимиром Путиным Путин так он не пригласил Два-три года назад Так я ему сказал Вы знаете дорогой Вы знаете наши университеты Вы были на открытии Нашего французского университета В Санкт-Петербурге Сейчас мои студенты Делают демонстрации против вас Если вы должны им сказать что-то Вы им скажете что И он мне отвечал очень мудро Я им скажу Что если они могут демонстрировать Это потому что Я им даю эту свободу Марек Хальтер Марек Хальтер Опубликовал более 20 книг Роман «Память Абрахама» Был переведен на 24 языка И издан тиражом 6 миллионов экземпляров Но быть успешным художником И писателем Было мало для неуемной души Марека Хальтера Все негативные процессы Происходящие сегодня в обществе Он воспринимает как личные проблемы Общеизвестно Что демократия Это свобода выбора Марек Хальтер Сделал свой выбор И вот уже более 50 лет Он в самых горячих точках планеты Он выступает против диктаторов Ведет мирные переговоры в войне Организует кампании Против религиозного экстремизма И терроризма К Мареку Хальтеру Много вопросов Но сам он указывает Только на официальные результаты Да, нам уже ясно У Хальтера много тайн О которых мы с вами Никогда не узнаем Марек Человек мира У него много разных проектов Это сближение религий В 13-м году он сделал первую встречу Католического и исламского мира Это имамы Франции Мусульманские Были во главе с Мареком У Папы Римского Впервые в истории Недавно он проводил Марш мусульман Против терроризма 60 имамов с России Европы Прибывшие накануне из Берлина Посещают на автобусе места Пострадавшие в последнее время От рук джихадистов Воздать должное жертвам Сказать нет преступникам Учинившим варварские злодеяния В европейских городах Вот наша миссия Сказал французский имам Хасан Чалгуми Что можно сделать И что мы сделали В Ирландии В Бельфаст Была гражданская война Между католиками и протестантами Страшная война Тысячи мертвых Люди убияли своих друзей Потому что они не были протестантами Они были католиками Был терроризм ирландский Они нашли ответ Женщины Мамы протестантов и католиков Что умерли За ничего Вышли на улицу Сказали Стоп Мы не хотим больше Вы хотите нас убить Убияйте Мы ваши мамы Были 500 тысяч Женщин Я там поехал Был с ними И сегодня уже Больше никто не говорит О войне в Бельфасте Всегда Есть что-то сделать Чтобы Чтобы люди могли Жить Лучше Мир Между Исраэлем Арабскими странами Я не верю Что политики Могут Найти Какой-то Ответ На эту войну Что уже Начало 100 лет назад Мы должны Найти Ответ И не мы Только Я думаю Женщины Почему Женщины Потому что Они понимают Лучше Чем мужчины Что это жизнь Они дают жизнь Так я сейчас Мой проект Это Организовать Женщин Взять 100 тысяч Арабских Женщин 100 тысяч Еврейских Что в этот Самый Момент Пойдут Вместе Всех сторон До Яруза Это Может Сменить Политическую Ситуацию Потому что У каждого Солдата Арабского У еврейского Будет Мама У сестра И что Будет Просить Требовать Мир В этом Регионе Это Единственное Что я Как-то Нормальный Человек Нормальный Гражданин Могу Сделать Знаете Я бы Хотел Увидеть Мир В Ближнем Востоке Пока Я еще Жив Было Было Гражданин Крассиво